Так, Руслан на связи. Друзья тоже здесь. Катюха, он играет в багминтон со своей подругой. Мы начинаем выпуск. Сегодня ваши профессиональные консультанты по стилю. Нет, он консультант, а я стилист. Нагадите, стоп. Это получается ваша бренд. Бренд называется Резонанс. Ну блин, я такой голый и жирный. Вот что сегодня меня ждет. Но для начала можно поставить очень много лайков. Это же здесь был Джарахов и вся его команда. После интервью Собчак точка популярности на подросток. Вообще никак. Ни-ху-я. Первую виллу сожги. Настоящий миллионер никогда вам не расскажет своих секретов. Вы думаете, так работает с хроликами? Давай-давай-давай, ням-ням. Что у нас там? Бизнес на Бали, да, тема сегодня получается такая. Как-то раз косвенно я уже об этом говорил. Но сегодня я хочу вам более подробно рассказать тот момент. Допустим, если вы хотите зарегистрировать свой бизнес на Бали и начать вести деятельность, я вам подскажу просто, как сделать первые шаги для того, чтобы сделать все официально максимально, чтобы все было четенько, правильно, чтобы никто к вам не докопался, никто вас не депортировал случайно. Я думаю, это будет очень полезная информация для стартеров, да? Я так называю людей, которые только начинают. А шумит под ногами у меня листва. Я хочу разобрать буквально несколько вопросов. Какие документы, бумажки нужны? Какую визу получить? Сколько это стоит? Самая главная регистрация бизнеса. Мы посетим сегодня ребят, у которых свой собственный бренд одежды. Они приехали из России и занимаются бизнесом уже здесь, на Бали. Посмотрим, что у них за магаз. И у нас сегодня очень крутая идея. Мы сегодня с Катюхой с ними меняем нам образ, меняем нам стиль. Конечно же, все ссылочки на всех участников нашего видео мы сегодня оставим. Обязательно вообще каждый выпуск старайтесь переходить в описание под видео, потому что там очень много бывает полезной информации я оставляю. Гребаные листочки. Сейчас я на дорогу выйду. Также мы сегодня, наверное, парочку советов спросим у Димы Ларина. Кому за 40, наверное, его не знают. Но остальные подписчики хорошо знают этого человека. Он живет здесь на Бали, мы с ним общаемся. И поэтому есть возможность так вот спросить у человека. Так что погнали сейчас знакомиться с нашими участниками. Погнали переоденеться, поменяем нам стиль с Катюхой. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Так, мы в Чингул. Катя не очень настроение, потому что я очень быстро ехал по дороге. Поэтому, возможно, сейчас наши отношения опять будут казаться токсичными. Но так или иначе, мы доехали живо-здорово. Уходимся вместе под названием Авокадо Factory. Вот, говорит, крутая кафешка. Нас сюда пригласили друзьяшки. Пойдем с ними встретимся. Привет! Найс! Что, будем знакомиться и дружить сегодня? Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Приятно познакомиться. Взаимно. Короче, я весь обгорел. Очень громко и дорого. Видишь, видишь, какие обгорелы? Катя, иди сюда, смотри. Сравнить. Смотри, какая Катя белая, и я вообще красный. Я просто... Аристократия я. А я вчера успел загореть. Сгореть. На пляж погонять. Вообще, мы приехали в кафешку, чтобы познакомиться с ребятами. Мы с ними не разговаривали. Да, они что-то решили поменять нас на еду. Заказываем еду, ребята. Просто ничего нечего нечего. Чисто похавать пришли, да? Что, давайте по кафешке скажу, что... Вообще, большой place. Очень много места. Здесь есть как и внутри зал, так и снаружи. Вот. Снаружи особо смотреть нечего. Там просто стройки что-то на той стороне. Там больше и нечего смотреть. Вот. И барная стойка. И все там сидят, и там жарятся. Здесь хотя бы кондея есть. Ну и сама кафешка типа стильная, модная, молодежная. Очень много людей. Че сидят? Че кушают? Такое время нужно на пляже сидеть. Они все авокадо свои едят, да? Где она? Это иностранцы же, да? Да, это иностранцы. Позвание в иностранное кафе у вас. Че, мы сегодня взорвем интернет? Да, пошли. Приятного аппетита обзора? Да. Приятного аппетита обзора. Смотрите, какие у них огромные порции. Смотри, просто, ну блин, ну как же это. Это надо. Теперь понятно, почему вы оверсайз одежду производите. И почему, более того, почему мы ее носим. Да, да, да. Смотрите. Что ты нашел? Я что-то нашел. После куклы у яйца. Гусеница. Смотри. Ё-моё, что это? Охренеть. Это что, скрепка? Это скрепка? Подожди, не покажите. Давай мы сейчас это отнесем. Блин, они угорают, наверное. Крень. Жесть. Это же от степлера, типа, несколько. Да, да. Это в теории может расцарапать желудок в кишечке. Да. Это типа, это смерть. Я просто не знаю, что за херня, ребята. Вроде такое типа заведение нормальное. У меня внутри железка. Это нормально или нет? Нормально. Это очень опасно, да? Я сейчас быстренько все уточню. Можно я заберу эту штучку? Мне кажется, мы сейчас можем просто встать и уйти. Да, мне тоже кажется. Такое ощущение, что да. Ну типа, они, у них что там, офис, блин, а не кухня? Нет, они же все скрепляют степлером. Да. В Индонезии, короче, любой пакетик скрепляют такими скрепками, степлером. А мы хотели, типа, нормально кафешку показать, да? Да, да. Я считаю, что это не очень хороший вариант. В следующий раз сюда не пойдем. Такая авокадо, на самом деле, тут нормально. Вот тухлая, вкусная, вот тухлая. Но ему больше всего не повезло. Я очень извиняюсь за произошедшее. Вы бы хотели поменять кофе или вообще удалить его из чека? Тейк-офф мы хотим удалить из заказа. Короче, он плохо английский знает, да? Можно так прицепить снимать? Я тоже очень плохо знаю английский. Поэтому учите английский, чтобы ругаться в кафешках. Да, да, да. Чтобы можно было предъявить, да? Да, а тут уж предъявить его. Как ты тебя зовут? Да, Аня. Аня? Ты тебя зовут? На москве я, она Аня. На москве я, она Аня. Аня. На макомол? Дима. Дима, Дима. Дима, она Аня. Кто тебя зовут? Мы из Спании. Ты Спании? Да. А реально? Очень много говорит на английском. Я не хочу все это с субтитрами переводить и озвучивать не хочу. Давай мы просто его скипнем. А мы куда сейчас поедем-то? Поконим. В ту сторону. Мы едем в магазин Гедонист. Там, где наши вещи. Сегодня ваши профессиональные консультанты по стилю. Нет, а я стилист. Он консультант, а я стилист. Я буду создавать луки, а он будет приносить одежду ребятам. А я буду консультировать. Нет. Почему? Я консультант. Кать, погоди, ты готова, что тебя переоденут с ног до головы? А как вот Кате сейчас текущий лук, вот она вот сейчас одета, как она вот читает нужна? Давайте не надо меня оценим. Нет, давайте мы оценим. Давайте мы тебя. Потом меня, потом меня оценим. Как вам ее шорты? Вопрос не к консультанту, вопрос к стилисту. Так, пожалуйста. Ну, я могу сказать, что, в принципе, эта одежда комфортная. Комфортная человеку. Как не сосрать? Нет, нет, нормальная, хорошая одежда. Все подобрано четенько. Здесь есть оттенки белого, рубашечка белая. Чтобы... Еще надо учитывать, во-первых, погоду, да. У нас солнце, вы едете из Убуда. Безоблачно, конечно, круто, что одела рубашку. Сандалеты можно поменять. Ладно, дай про меня скажу. Это говно. Короче, я критику очень нормально воспринимаю. Это не говно, это просто другой стиль. Ну, как бы, стиль нашего бренда... Не модный стиль, да? Что, ну, не знаю, так случилось, что нас свела судьба. Поэтому придется ребятам попробовать окунуться в стиль резонанс, посмотреть вообще, как это комфортно, не комфортно. Не, а чего ты скажешь по моему луку? Вот я сегодня одет черные джинсы, черные. Очень стандартный лук. Стандартный, обычный, сдержанный лук. Деревенский. Ну, почему деревенский? Почему деревенский? А, ну так нормально, может, не зашкварно ходить? Деревнику ложь, а уходят. Так, зашкварно ложь, так всегда ходить. Как вы вообще додумались бренд зарегистрировать? Что вас подвигло одеждой заниматься? Именно здесь? Вообще. Вообще? Вы же родились в России, получается? А, ну вообще это Дима, Димина идея была создать бренд одежды. Это как бы он двигатель, у него был старый бизнес, и он был, ну, довольно-таки неблагостный. Это был кальянный бизнес, который типа... Ну, это я так считал, и поэтому мне пришлось с этим делом распрощаться. Ну, у нас была идея создать бренд одежды, но она... Ну, не то, чтобы бренд одежды. Да, она не сразу родилась. Мы хотели новый источник дохода, короче, и думали, с чего начать. Дима говорит, давай будем делать буди. Ну, не только источник дохода, а вообще творческой реализации. Потому что у меня в магазине, ну, как бы в бизнесе было купил, продал, купил, продал. Ты типа ничего творческого вообще не делаешь. То есть, ну, вообще... А изначально не нужно быть богатым, чтобы открыть свой магазин одежды, бренд? Ну, вот мы на своих щах открывали. Ну, мы, да, на своих щах сколько там было, там, по факту мы не сильно много денег переложили. У нас не сильно большой капитал был в начале. Ты можешь начать там с 200-300 тысяч рублей, 100%. Если ты будешь, ну, минимально, там, срезать все косты, которые там могут у тебя лишние быть. У нас с начала было все выберено идеально, ничего лишнего не производилось. Безосходное производство, да, было? Да, да, да. Нитки не оставались, да, лишние. Сейчас уже появляются, опять, остатки большие и так далее. Катя, как... Ой. Ну, мы скучно YouTube ведем. Как это все? Вон там, ребята, читают, танцуют на камеру. Даже дерево какое-то сегодня более веселое, чем мы. Ну, конечно, знаете, меня только что, это, унизили. Не, ну, они же все по сути сказали, да? Да. Ну, я вообще не претендую на звание, типа, модного какого-то человека сильно. Ну, для меня одежда просто не играет очень важную роль. Твори по голове. Но, конечно же, интересный. Ну, по ценникам сразу скажу, Денис, типа, это из разряда не то, чтобы вы, там, в H&M пришли, там, и типа, там... Нет, типа, что-то среднее, а? Ну, короче, там, типа, будьте готовы, что, там, пуди стоит 2-3 миллиона, там, типа, это... Уходим. Всем спасибо. Привет, как дела? Все хорошо. Бедные туристы здесь. Это здесь все будет стоить 3 тысячи миллионов, да? Да. Нет, да не все. Что же вы... Погодите, стоп. Давайте, я не смотрю на ценник, угадываю, сколько это стоит. Это у нас что? 3 миллиона. Так. Это стоит... Я бы вот за... Я ценник убрал. Допустим, я вот эту рубашку оцениваю... Слушай, прикольно. Не, материал хороший. Я оцениваю это где-то на полтора миллиона рупий. Полтора миллиона? Ну, ты был визык, 2 миллиона 200. Офигеть. Это почти в 2 раза больше. Да. А, вот ваши одежды. У нас там расстреточенная одежда, типа, по залу, то есть здесь есть часть... Есть брендовый магазин, да. Да. Есть часть там, например. Какая-то фамилия, да? А, вот здесь. Много брендов представлено в магазине «Гитонист», а находится это все в Чингу. Очень удобно, когда ты можешь прийти в одно пространство и подобрать для себя какую-то прикольную дизайнерскую одежду, потому что вещи здесь действительно какие-то уникальные, необычные. Это, получается, ваш бренд, который вот вы зарегали и под ним продаете. Как ваш бренд называется? Бренд называется «Резонанс». Мы придумали это название. Во-первых, у нас логотип – это такая перевернутая «Р». Вот такая вот. Можете наблюдать, типа... Или вот здесь вот здесь. Создатель логотипа вы можете наблюдать прямо перед собой. Это я. Это больше, чем просто логотип нашего бренда. Это, ну, ассоциирует нас как две противоположности «Р», которые вот как раз-таки вот так вот пересекаются. А еще знаешь почему? Объединение нас как супругов. Мы тоже противоположности, которые вместе. У нас тоже там свой резонанс по факту. И буква «Р» – это первая буква нашей фамилии. У нас фамилия «Русу», румынская фамилия. Румынские корни. Это семейный герб. Кручее. Да, очень мягкий, да. Он очень, короче, хешковый. Очень важно для нас, чтобы материалы, ткани были качественные, чтобы они были тактильно приятные снаружи. Это хлопок, и он дышит. Мы сами гоняем, вот вечером, особенно по вали, комфортно очень. А, еще ребята снимают свой ютубчик. Где в формате блогов путешествуем, короче, рассказываем где-то про работу, где-то путешествия. Короче, где-то кого-нибудь называем. Заходите вот сюда вниз в описании. Там, ребяткино, будет ссылочка на ютубчик. Можно смотреть, подписываться, ставь лайк, передавать привет. Давайте мы переоденем Катю, потому что мне очень интересно посмотреть, как Катя будет смотреться в брендовой одежде. И сейчас будем угорать. Что есть для Кати у нас сегодня? Надо, чтобы тебе было комфортно. Но это платье, это не боди, это платье, это платье, да. Вот это просто прозрачное просто... У меня есть идея, давайте сделаем два лука. Один, который ты считаешь, чтобы Катя шел. А второй, с учетом и пожеланием того, что Кате вот удобно будет. Это будет круто, посмотрите разницу. Сейчас я Катю наряжу. Сейчас там просто две ниточки такие будут. Все, Катя, выходи. А я просто, меня не вытано. А что у нас сегодня будет по мне? Во что сегодня бы у меня наряжать? Да, просто посмотришь, что тебе нравится, в принципе, да я тебе это просто там померю. Мы тебе сделаем какой-нибудь лучок, чтобы ты примерил на себя оверсайз стилек, ну, как минимум, как максимум. Платье? Платье, да. Розовое, мне кажется, Катя, будет отлично смотреться. Сколько это вообще может висеть? Все, убираем, да. Если ты не смотришь вот так вот каждую вещь, не приезжаешь, то вот висит-то с косяком, она будет его грязная, кто-то порвал горловину, и она и таки висит, и будет висеть. Нам ничего даже не сказали. Поэтому нужно самим все контролить. Да, нужен свой магаз, свои сотрудники, да? Вот два в два варианта. Идеально, да. Что, Катя, ты пошла мерить? Отлично. Первая шмотка, первая партия одежды пошла. Это очень круто. Мне кажется, идет. Нет, блондинкам идет розовый. Главное, не оранжевый. Я ненавижу оранжевый цвет, я просто его не переношу. Оранжевый цвет, ботана, рыжий. А, для меня? Да. Конечно, чтобы, как говорится, было все. Погодите. Опа, смотрите. Блин, очень прикольно. Мне очень нравится. Нет, ну я, в принципе, такая девась, нет? Похоже? Чем? Ну, есть, есть немножко. Теперь ты в резонансе. Ну, нет, извините, это все равно другой цвет. Тебе что, нравится? Нет, ну мне прикольно, мне только жарко немножко. Я согласна, что выглядит более целостно. Вот я бы так сказала, да? То есть, я же... Ага, теперь и ты переодевайся. А, по очереди? Ладно, давайте. Погнали, теперь я. А, вот здесь же можно, да? Ты начни вот с этого. У-у-у, вот что сегодня меня ждет. Беленькая, зелененькая, серенькая. Ну, это тоже зелененькая, ладно. Нормальная? Да, нравится. Мне кажется, я чувствую себя таким богатым блогером. Типа, знаешь, типа, как будто я этот... Блогер. Сразу видно, что было богатым. Нет, слушай, прикольно. А крошовки эти нормальные или на другие? Не, не подходят вообще. Я считаю, что не подходят. Не подходят? Да. Не, ну если под цвет говорить, то не подходят. Черный вообще ни к телу, ни к городу, да? Зачем что-то еще, когда так все хорошо? Я теперь чувствую себя, знаете, кем? Вот, как этот блогер, который песни поет маленький бородатый... Джарахов? Джарахов, да, да, типа, вот, из стиля Джарахова. Сейчас он был тонут, я про джараховала. Так, тебе... Че, Кать, порвала? Нет, мне курсы. Я порвала? Нет, мне... Я, по-первых, я запуталась. Мне нормально, это не запуталась. Нет, то есть, как-то, куда-то не туда, нет? Да, все... Не, не, а все хорошо, что... Большие? Большое, нет? Они на бедрах носятся. А, на бедрах? Да, 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 да. Позавра низкая. Да, они типа совсем бедра. Так, че, Кать, как тебе лук? Я, честно, все полое, вот сейчас. Че? Потому что у тебя одна часть голая просто. Ну, нет, это некомфортно прям. А сверху? Тебе просто непривычно. Ну, ты обычно, наверное, ночишь, что-то как-то открывая сверху. Тебе есть что показывать? Да зря вообще. Нужно просто это... Зря прячешься? Новую. Да, я не знаю. Да, я стесняюсь. Да. Ну, тебе как больше нравится? Розовый оверсайз? Ну, наверное, розовый. Или черненький... Там комфортнее просто. Да. Как в домике сидишь, да? Вообще, сейчас мне психологически очень некомфортно. Тебе... Сейчас все подписчики видят себя, как ты, не против? Да, спасибо, Руслан. Ты, может быть, потом пересмотришь видео и потом скажешь, что в целом неплохо смотришься. По улице не смогу так ходить, потому что, ну, прям сильно открыто. Я вышел в... Опа! Как я выгляжу здесь, да? Мне кажется, я... У меня загар зебры, поэтому... Да, у меня очень деревенский загар. Ну, загар, конечно, все портит, но... Чтобы носить такую одежду, надо подкачаться, наверное, нормально загореть. Да не обязательно подкачиваться. Ну, как бы... Так нормально? Худенькие мальчики у нас тоже покупают такие маленькие. В смысле я? Худенькие. Спасибо. Да. Так, Кать, твой лук в принципе... Мне, кстати, мне розовый... Мне розовый больше понравился. Розовый на контрасте, да, вот именно вот по цвету кожи лучше, я думаю, что розовый здесь больше. Я просто сливаюсь. Потому что у нее кожа белая, да? Да, да, да. Ну, светленькая. Ну, блин, я такой голый и жирный. Люди в нашей одежде чувствуют себя голыми, ты понял? И жирный. Приходите к нам в Россию и на Бали в Резонанс, померяйте одежду, измените свою жизнь. Ну, для начала нужно поставить очень много лайков. Вы очень много комментариев написали. Нужно осознанно это делать, понимаете? Да, они просто... Не просто так, типа, блин, что-то накатал. Сейчас я поставлю, там, лайкосы пили, там, это, это сделай, надо прочувствовать. О, с белой хорошо, знаешь почему? Потому что я подгорел, потому что с белым хорошо смуглой смотреть. Ну, да, 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 придется загорать. А ты с этим очень загорелого. Да, просто я сама вообще смуглая загораю. А ты не русская? Ну, не полностью русская? Нет, я русская. Но некоторые меня здесь считают за испанку, за афроамериканку. Короче, разные вариации. Да, ну, блин. Афроамериканку. Русская, русская. Встаньте сюда, пожалуйста. По одному, пожалуйста. Типа, у вас один мозг, а на двоих. А ты вот смотрю, как это очень простильненько, да? Ну, да, сочетается хорошо. Я бы, может быть, вниз по вот штану. Мне кажется, что как-то у меня шорты очень сильно удлиняют. Прям супер сильно. Но они длинные шорты. Они стройняют. Я своего перца так одел. Из кота. Красавчик. Ну, мне почему это так нравится? Они оба тактильно мягенькие. Крутые, мягкие. В четвертых лучше, чем было, да? Кать, ну, тебе тоже круто. Ну, это твой стайл. Свои, которые с района не скажут, что я зажрался, да? Ну, и в то же время, как бы, я такой, типа, как бы, ну, в новой одессе. Мои с района, с Выхино-то. А-а. А, погодите, вы же не московский. Мы знаем, что такое в Выхино. А, да? Мы же там жили. Блин, как же... Но не на Выхино. Но не на Выхино, да. Какой же Выхино популярный. Люди с Выхино, ставьте лайки. Из Люберец, из Трогино, привет. А ты с какого района вы? Где вы жили? В Москве. Мы на Октябрьском поле, вообще-то. А, нормальный район такой. Конечно, конечно. Пятая авеню там, все дела, да-да-да-да. Нормая. Просто в этой одежде хочется теперь так спрашивать. Как дела, пацаны? Хорошо, теперь, видишь, будет одежда на тебя влиять, будешь такой более манерный, да? Это же стереотип, что я, типа, широкую одежду реперы носит только, да? Реперы? Да нет, стереотип. В этой одежде сейчас. Скромнежки тихоем. У тебя какое ощущение? Ну, типа, ты... Что, рэпер? Ты вот рэпер или нет? Мне хочется сказать, типа, да, ты что, на центрае, там, не грозишь, кому централ. Ну, свободно же круто. Снимай, так как раз сняли сейчас. Свободно же круто. Ну, тебе прикольно? Что? Так неприобычно, когда со стороны снимают. Сразу мне прям круто. Ты можешь поддержать статисты, ну, типа, чтобы по уверенности поднабраться. Я говорю тебе как вообще? Мне нравится, очень свободно. Очень свободно, так... Хочешь зарядку делать там какую-то. Спорт заниматься, здоровый образ жизни вести. Хочется деньги зарабатывать. А, вот это вообще не было, пока он не одел нашу одежду. Так что, понимаете, да, о чем речь. Мне очень нравится свободный стиль. Нравится. Прикольно. Но тебе, типа, на спорте кажется только что надо. Ну, да, можно в нем заниматься спортом, да. А что за материал? Это бифлекс. Кто? Вот, трикотажный бифлекс. Я себя чувствую очень богатым, успешным человеком. Смотря какой фабрик. Смотря какой фабрик. Смотря какой фабрик. Смотря какой фабрик. Смотря сколько details в этом пиджаке. Оно, кстати, утягивает, правда. Да. Ты становишься с каждой секунды в химии. Вот именно вот эта ткань, она... Я переживаю, что оно... Я просто пропаду. Черную дыру образовываешь. А, ну в итоге давай, что? Что, топ? Короче, я взяла, да, черный топ. Нравится, как это расположено. Да, прикольно. И... Здесь штаны карго. Да. Спасибо. Теперь мы вас официально прокачали как там экземпитивом. Надо вот так сделать. Мы посвящили план Resonance Family. Спасибо вам большое, ребятки. Да, да. Привет. Носитесь с удовольствием. Главное, чтобы вы получали реальное удовольствие и каквали от одежды. Спасибо большое. Очень важный вопрос. Почему брендовая одежда всегда, ну, дорогая, выше среднего? То есть это вообще типа не H&M, это не Bershka, не Zara. Хотя типа качество примерно такое же. Разное качество. Вот как раз таки из-за того, что вот эти большие гиганты типа Zara и H&M, у них большой объем производственных мощностей. И у них производство находится то в одной стране, то в другой. Тут одно производство, там другое. То есть они следят за качеством менее тщательно. То есть у них футболки сыпятся, покрываются дырками в Zara. Только так, это, ну, уже давно многие заметили. Ну, как бы, кто это заметил, можете написать в комментариях. Потому что я не вру, я ничего не придумываю. Вот, а бренды такие поменьше, как мы. У нас просто есть возможность уделять больше внимания. Ну, я не говорю, что мы типа вырастим и испортимся. Вот, но это, наверное, все-таки зависит уже от внимания. Скорее всего, это бизнес как бы, знаешь, типа как фастфуд. То есть у тебя эта вещь довольно-таки быстро выходит в строю. Каждый сезон ты покупаешь новую футболку или там новые шорты. А вот... Ну, я замечал, что когда люди хотят что-то купить такое долговечное, они какой-нибудь там маленький итальянский, либо там немецкий, либо какой-нибудь, да, бутик и покупают там... Из-за разряда того, да. То есть мы вот, например, так позиционируемся, что вот нашу одежду можно долго носить. Так, раз, два, три, три, два, раз. Товарищи бизнесмены, начинающие и опытные. Информация сейчас будет для вас в цифрах для того, чтобы у вас было понимание, сколько вообще будет стоить стартануть какой-то бизнес на Бали. Ну, неважно, какая там категория. Мы говорим про подготовку изначальную, то бишь регистрация фирмы, получение китеса и там поговорим немножко в цифрах о зарплатах сотрудников, ну и какой здесь налог на Бали. Итак, сколько же стоит открыть бизнес на Бали? Начнем с того, что нам нужно будет зарегистрировать фирму. Регистрация фирмы будет стоить 16 миллионов рублей. Дальше, после того, как мы зарегали фирму, нам нужно сделать себе китес. Это подобие ВНЖ. Китес здесь инвесторский, благодаря которому вы здесь можете официально инвестировать. Этот остров делается обычно на 2 года, и, соответственно, инвестору вам, учредителю главному, будет стоить это 23 миллиона рублей. Но если вы, учредитель, либо учредительница, приехали с членами семьи, то вам нужно будет сделать так же, можно будет сделать китесы для членов своих семьи. Извиняюсь за таталогию. Цена такого family китеса будет 12 миллионов рублей. Если вы захотите себе нанять сотрудника не Индонеза, не Балийца, то тоже такой вариант возможен. Допустим, вы приехали из России, Украины, Белоруссии, и у вас есть сотрудник, которого вы хотите поставить на главную должность, допустим, менеджером каким-то, который будет контролировать линейный персонал. И для того, чтобы такому сотруднику сделать тоже китес, разрешение на работу, рабочий китес, вы должны будете заплатить 35 миллионов рублей. Это дохрена, но такая цена бизнеса на Бали, если вы хотите работать со своим крутым менеджером. Соответственно, если вы захотите трудоустроить кого-то из балийцев, индонезов, то это для него не нужно делать китес, у него как бы по умолчанию есть разрешение на работу здесь, в Индонезии. Но мы тогда должны узнать, сколько же мы должны будем платить этому самому Индонезу зарплату. Вообще здесь у них, у линейного персонала в Индонезии зарплата примерно 50-100 тысяч рупий в день. Сколько вы будете платить своему старшему менеджеру уже в зависимости от того, как вы договоритесь с ним. По поводу налогов. Налог здесь всего полпроцента на ваш бизнес, если у вас оборот компании меньше 30 тысяч долларов в год. Если больше 30 тысяч долларов в год, там уже будет побольше. Подробнее вы можете узнать стоимость налога уже, допустим, у вашего юриста здесь на Бали. Обязательно рекомендуем брать какого-то юриста на консультацию, либо у вашего визового агента. Мы вам рекомендуем визового агента чьи-нибудь визы. Ссылка тоже будет в описании. Через них можно будет уточнить актуальные цены на различные виды виз, на регистрацию в компанию. В общем, заглядывайте. Болезная информация будет в описании. По сути, это самая важная и необходимая информация для того, чтобы стартануть свой бизнес здесь. Но также не забываем учитывать здесь расходы на оборудование. Допустим, если вы будете открывать там кафешку, либо какой-то другой бизнес, то обязательно учитывайте, сколько вы вложите еще дополнительно на там столы, стулья, компьютеры и так далее. Я эту цифру называть не буду, вы уже сами для себя посчитаете, сколько вы должны на это потратить. Мы сейчас находимся в месте под названием Парк Ю. Наверное, уже раз в 200 сказал, за все время, пока живу здесь в Убуде. Но так уж получается, что здесь хорошее место для того, чтобы встречаться с кем-то, что-то обсуждать. Но мы сейчас здесь не для развлечений. Хочется всегда подкрепить свою информацию, которую ты даешь людям, да, на Ютубе в данном случае, какими-то словами от экспертов. Я сейчас хочу спросить у достаточно известного человека наших. в кругах блогерских, да, не побоюсь так сказать. Задать пару вопросов касательно бизнеса на Бали, потому что, как я считаю, как я вижу, как я слежу за этим человеком, можно сказать, что он уже гуру, эксперт в области бизнеса на Бали. Здравствуйте, Дмитрий. Как раз застал тебя врасплох, можно сказать. Есть такое. Чем не занимаешься? Приснулся, кидаю мяч. Картяк, привет. Ну, я у тебя уже был в офисе. Да, да, можно до другого дойти. Это как мой, это все парка. Это все парка, парк нас просто приютил. Это же здесь был Джарахов и вся его команда. Ой, кто-то только не был. Я лишь артагирую, что это же был, по-моему. У него такие большие соблазны, когда ты ведешь стримы. Думаю, сейчас я залечу к нему, да, со своей табличкой, со своего канала. Дима, как у тебя ощущение, когда у тебя берет интервью такой маленький канал, как наш? Нет маленьких каналов. Есть большие амбиции, понимаешь? Это хорошо звучит. Я хотел узнать, а как после интервью Собчак точка популярности подрошла? Вообще никак. Вообще ничего не повлияло? Ноль. А просмотров у нее нормально так на путь? У нее, да, у меня нет. Не на всех влияет так, что ты становишься сказочный популярный. Наверное, в случае того, что я уже был когда-то популярный, люди такие, а, ну это Ларин, ладно, там что-то. Реанимация прошла безуспешно? Не произошла, труп по-прежнему холодный. У тебя же есть бизнес на Баре? Потому что в интервью у Собчак ты говорил про то, что нужно, я компанию создал, налоги плачу. Конечно. А с чем связано у тебя бизнес-эстетиплет? Консалтинг, менеджмент и ритейл. А студии вот эти, они не твои? Нет, ну это арендованные студии Парка. Что касательно занятостей, одна из сфер деятельности, которая у нас вписана в компанию, Аквед так называемый, это Visual Communication Design. Это практически все, что связано с дизайном, с рекламой, вплоть до билбордов и рекламы в интернете. То есть в рамках этого мы работаем. Ну а консалтинг, это уже тонкости. Под консалтинг здесь попадает тоже очень много всего. То есть если вот кому-то интересно, да, из твоих зрителей, не то, что ты приходишь, консультируешь с человеком, а ты что-то всякие курсы. Вплоть до академии, аналитика, там вообще все. А менеджмент, это тоже вот я называл в числе первых Акведов, там, например, ты не можешь открыть какой-нибудь, например, цех, например, там, ну, номинальный, не знаю, там, мороженого, да, или там пошивочный. Там, ввиду определенных причин, у тебя нет там штата, нет там какой-то лицензии, но ты приходишь уже к существующей компании, к балийской, которая загибается, например, или просто имеет низкий кэшфлоу, говоришь, вот менеджмент, давайте заключаем договор, и в рамках этого менеджмента мы управляем компанией, то есть, грубо говоря... Грубо говоря, как хелпер для компании за процент. Ну да, ну да, да. Какие преимущества ты видишь, допустим, ведение бизнеса здесь, если, допустим, сравнивать в России? Потому что, так понимаю, у тебя в России тоже был бизнес тогда. Ипэй, самозанятый, и оошка у меня была, все закрыто, да. Какие вот здесь, допустим, ты видишь... Налоги. Налоги. Касательно налогов, это очень хорошо, я часто где упоминаю, когда видосы, там аналоги, то, что здесь они меньше. Насколько меньше, если сравнить с какой-нибудь обычной оошкой НДС? Ну, давай вспоминать. Прощенки, если не ошибаюсь, когда я открывал, это было 6%, то здесь, если у тебя годовой доход конторы меньше 300 тысяч долларов, то у тебя, если не ошибаюсь, меньше там одного или там трех процентов. 0,5%. 0,5%. Хорошо, что ты узнал. Ну, то есть, представь, меньше 300 тысяч долларов доход, а 300 тысяч долларов, на секундочку, это 30 миллионов рублей. Ну, сейчас, да. Если у тебя меньше 30 миллионов рублей, то ты плачешь вообще какие-то сопли. Если у тебя больше 300 тысяч долларов в год, то, если не ошибаюсь, что-то в районе 10% вроде. Ну, не так, как у нас, наверное, с компанией. Совсем нет, понятно, но даже вот эта разница в том, что до 300 и после 300 я слышал, мы просто так не делали, мы не вышли еще наоборот больше полумиллиона, то есть больше 300. Многие просто открывают несколько компаний. У тебя, наверное, 5 компаний, у которых там 200 тысяч долларов ежегодный доход, это суммарно миллион, но ты платишь с миллионой, получается, не 10%, ты платишь там полпроцента, ну, понимаешь. Да. Ну, у нас это вполне можно, можно иметь несколько компаний. А у тебя есть что-то на Баре, связанное со строительством? Только опыт реновации виллы, которую я снял в долгую. Но после ковида, русскоговорящая комьюнити здесь очень активно начала заниматься тем, что берут в долгосрок виллу, реновацию. Идеально. Чуваки, чуваки, если вы хотите жить здесь от полугода, я бы рекомендовал брать уставшую виллу. И у меня знакомые находили дом и за 3 миллиона, за 5 миллионов в месяц дом, ну, я не знаю, но он, наверное, квадратов 100, потолки 5 метров, там прям, я не знаю, под кого строилось, и он тоже уставший, ушатанный, но там потенциал прям, это как ДК, как дом культуры какой-то. И ты понимаешь, что там надо менять крышу кровлю, но потенциал именно в реновации, конечно же, он... Ну, так же и с байками. То есть, если ты здесь надолго, тебе нет смысла его снимать. если ты от полугода, ты сразу покупаешь его, потом так же его скидываешь, если что-то случается. Пару советов тем, кто хочет зарегать бизнес тут. Ну, консультируйтесь с проверенными специалистами, у кого... Сейчас уже есть возможность искать конторы, которые там по 10 лет, можете нагуглить, но вот я еще раз из благодарности к Вальтеру назову, что это Бали, бизнес консалтинг, они очень помогли в свое время, и не раз. Какие-то еще советы, может быть? Дружите с интернезами. Ну, это, кстати, да, мастер-кайф, я тоже часто говорю. Если ты улыбаешься и дружишь с местными, это типа у тебя зеленый коридор. Что еще касательно бизнеса? Ребят, да, наверное, я просто хотел предостеречь всех о том, что если вы что-то здесь делаете по обычной туристической визе, то, скорее всего, вас депортируют. Скорее всего, вы спалитесь где-нибудь в Инстаграме какой-нибудь рекламы и свою деятельность спалите, вас обязательно найдут. Пригласят вас в эмиграционную службу и тогда вы охренеете на допросе. Что это вы здесь, ребятки, на Бали делаете без документов? Самое меньшее, что вас могут депортировать и еще дополнительно могут штрафануть вас. Насколько я знаю, насколько информация доходила, штраф за нелегальную деятельность это будет 70 примерно лямов или 60 лямов рупий. И, соответственно, если вы хотите после депортации на Бали вернуться, то вам нужно этот штраф заплатить. Но если вы штраф этот не оплатите, то на Бали вас уже, даже не на Бали, а в Индонезию вас уже не пустят никогда. Чтобы в такие черные списки не попадать, чтобы вообще в неприятные ситуации в чужой стране не попадать, мы рекомендуем регистрировать бизнес, делать все максимально официально. Это не так сильно дорого, если вы действительно бизнесмены, вы что-то начинаете делать, это действительно недорого. Что ж, ребятки, давайте подведем краткий итог. Краткий итог таков, что на Бали достаточно благоприятная среда для того, чтобы начать какое-то свое дело. Большое, среднее, либо даже маленькое. Основные минусы, которые я хотел бы подчеркнуть при регистрации бизнеса здесь, это необходимость сдать иностранные языки. Вам здесь придется говорить, скорее всего, на английском, в некоторых случаях даже использовать индонезийский язык, потому что не все индонезы говорят на английском. Еще один минус, это высокая стоимость за аренду. Допустим, вам нужно арендовать какое-то помещение. Ну как, оно может быть в месяц не очень дорогим, но, как правило, здесь все оплачивают на год вперед. То есть, вы заключаете договор на год и сумму за аренду платите сразу на год вперед. Для некоторых, у кого не очень большие бюджеты, это бьет по карману. Ну и еще один основной минус, это то, что очень дорого устраивать к себе в компанию иностранца. Ну, то есть, ни индонеза, ни балийца. Я бы сказал, что это тоже на начальных порах был бы очень большой такой расход и не всем хочется за это платить деньги. Ну и давайте не будем забывать про плюсы. Плюсы здесь тоже есть. Здесь достаточно низкая стоимость оплаты труда, если у вас в компании работает болеец, потому что, как я уже и говорил ранее, это примерно 50-100 тысяч рупий в день. Это где-то примерно в 2-3 раза меньше, чем, допустим, в России. Самый жирный плюс это то, что вы платите очень низкий процент налог. Это офигенная плюха для того, чтобы развивать свой бизнес, если он у вас, допустим, маленький там, либо средний. Еще один плюс то, что у вас есть доход стабильный в валюте. Это может быть в долларах, либо в рублях. Это не рубли, которые сегодня стоят столько, это завтра стоит столько. Ну и если у вас бизнес связан с туризмом, а, наверное, в 90% случаев он у вас будет связан с туризмом, здесь круглый год туристы. И если у вас бизнес связан с туризмом, то он у вас по минимуму простаивает. То есть простой, минимальный. Короче, такой вот у нас веселый, развлекательный, научно-популярный влог получился. Надеюсь, вам было все интересно и понятно. Кому что непонятно, обязательно пишите в наши соцсети, в инстаграмы, телеграмы и так далее. Мы всегда на связи и на неглупые вопросы мы всегда очень рады ответить. Какой-нибудь такой сложно-созерцательный вопрос можно задать на такой вопрос, где тяжело найти какой-то ответ. Вот на такие нам будет интересно отвечать. В описании обязательно под видео переходите. Там много интересных, полезных ссылок я оставил. Мы скоро к вам обязательно вернемся. У нас впереди выпуск по ценам на Бали. Мы обновляем все цены, которые есть для тех, кто собирается сюда. Ну и возможно какую-то полезную информацию найдут те подписчики, которые уже находятся на Бали. Всем хорошего дня, хорошего настроения. До новых встреч, ребятки. Пока-пока. Кать, что, устала, что ли? Да. Давай вставай, играй в теннис. Ну, что, играй. В тетрис. С подписчиками будешь прощаться? Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok